21 год назад миру был представлен робот асима первые из пяти продвинутых роботов о которых пойдет речь в этом видео технологическом мире 21 год это целая вечность давайте попробуем разобраться приблизились ли с тех пор технологии к тому чтобы сделать длинноногих шагающих роботов обыденной частью нашей жизни асима был разработан и построен японским автогигантом honda и получил известность как первый робот который выглядит двигается и даже общается подобно своим биологическим создателям идея создания нечто подобного зародилась в компании еще в далеких 1980-х когда honda заявил о своем намерении построить шагающего робота это стало значительным шагом в развитии японского авто и мотопроизводителя который не побоялся таким образом диверсифицировать свою деятельность первоначальным результатом работы стала серия шагающих роботов и построенная с 1986 по 93 год это были сложные громоздкие машины больше похожие на чемодан с железными ногами но тогда это было всего лишь средством для достижения цели и к 1993 году робот и 6 мог уже самостоятельно балансировать преодолевать препятствия и даже подниматься по лестнице следующая серия пи была уже куда больше похожа на гуманоида с туловищем руками и ногами и с помощью беспроводного управления могла действовать совершенно независимо дальнейшие исследования компании honda в этом направлении конечном итоге в двухтысячном году привели к созданию асима знаменитого продвинутого танцующего робота многие полагают что имя асима является данью памяти замечательному американскому писателю фантасту айзеку азимову и его трем законам робототехники отчасти может быть и так однако на самом деле это аббревиатура является сокращением состоящим из первых букв выражения advanced step in innovative mobility продвинутый шаг в инновационной мобильности в начале двухтысячных асима стал настоящей роботизированной звездой путешествующей по всему миру и демонстрирующей достижение японии в области робототехники так продолжалось вплоть до 2017 года пока honda наконец-то не объявила о том что вы вытаскивает вилку оригинального танцующего робота из розетки так почему же сегодня когда развитие длинноногих гуманоидных роботов становится все более очевидным honda решила выйти из игры по всей видимости в компании пришли к выводу что за 35 лет исследования и достижения в этой области им так и не удалось достигнуть главного создать по-настоящему коммерчески выгодный продукт пользующийся массовым спросом конечно же уникальные разработки honda не пропадут даром и будут использованы в новых проектах таких как самобалансирующиеся мотоциклы беспилотные автомобили и даже роботизированные газонокосилки которые в обозримом будущем принесут компании гораздо большую прибыль чем единичные экземпляры гуманоидных роботов подобных асима то время как продвинутый асима превратился в историю бостон дай намикс разработали робота который не только обладает невероятными способностями бегать по пересеченной местности и прыгать в стиле паркур но также совершенно недавно вывел тему танцующего робота на совершенно новый уровень признаться честно мне стало немного не по себе после просмотра видео do you love me опубликованного бостон дай намикс на ум сразу же пришли мрачные мысли о том как поведут себя эти роботы если sky net однажды все-таки возьмет верх по сравнению с предыдущими попытками асима изобразить нечто похожее на неуклюжий танец движения роботов атлас настолько хороши и совершенны что может показаться что они обладают каким-то супер искусственным интеллектом позволяющим им наблюдать за танцами профессиональных танцоров повторять за ними и учиться но обучение танцам конечно же не было результатом упорных тренировок на танцполе и упражнений усвоенных с помощью искусственного интеллекта глядя на плавность движений танцующих роботов возникает подозрение что это могло быть достигнуто с использованием технологии захвата движения мокап которая широко используется в современной кинематографии мультипликации и компьютерных играх процесс захвата движения происходит при помощи реального актера или танцора одетого в черное трико с белыми или цветными шариками для пинг-понга прикрепленными к костюму в определенных местах во время танца компьютер отслеживает и запоминает движение шаров а затем сопоставляет их с виртуальным скелетом впоследствии это может быть использовано не только для управления виртуальным персонажем на экране но также более сложным реальным оборудованием вроде робота атлас это значительно облегчает создание очень реалистичного движения без необходимости написания отдельного кода для каждого танцевального по несомненно атлас использует свои основные системы стабильности позволяющие ему великолепно балансировать и двигаться подобно человеку но все остальное работает как дополнительный слой позволяющий загружать новые танцевальные движения без необходимости долгого и трудоемкого изучения все это показывает насколько хорошо развита аппаратное и программное управление роботов атлас и без сомнения многие выражают опасения в том что когда это финансируемое дар по исследованию найдет свой путь в роботизированных солдатах они смогут исполнять танцы совершенно иного характера наш следующий робот гепард 2 разработанный в массачусетском технологическом институте последний раз он был замечен в 2015 году самостоятельно бегущим и перепрыгивающим через различные объекты для распознавания препятствий и принятия решений робот оборудован лазерной системы обнаружения его предшественник гепард отличался невероятной прытью и во время испытания на беговой дорожке достиг скорости 45 и 8 десятых километров в час которая до сих пор является рекордом скорости для шагающих роботов позже группа робототехники мид представила гепарда 3 который может скакать по пересеченной местности и передвигаться на трех ногах робот способен подниматься по лестнице заваленной мусором восстанавливать равновесие после внешнего воздействия и работать в полной темноте используя слепую локомоцию основная идея его создания состоит в том чтобы разработать системы помогающие роботу работать там где отсутствие освещения или высокий уровень радиации не позволяют использовать камеры наряду с гепардом 3 мид также показал мини гепарда маленького проворного четвероногого робота который может бегать прыгать и даже выполнять сальто назад но помимо веселых трюков он предназначен для испытания новых контроллеров и датчиков для гепарда 3 но вернемся к бостон дай намикс их маленькому четвероногому роботу по имени спот все еще доступному для приобретения если у вас есть лишние 75 тысяч долларов сша в отличие от двуногого атласа у этого робота существует конкуренция как со стороны китая так и со стороны сша китайская компания юне 3 роботикс основатель который является большим поклонником бостон дай намикс разработала три модели а1 ольенга и лайкага очень сильно напоминающий спот цена на которой начинается от 10 тысяч долларов также американская компания гост роботикс выпускает четвероногих роботов похожих на спот включающих в себя 3d печатные детали и безредукторные шарниры с прямым приводом позволяющие передвигаться там где гусеничные или колесные модели пройти не в состоянии и цена на которые также значительно ниже все это делает маленьких четвероногих роботов перспективными и полезными машинами которые могут идти туда где человеку находиться и работать слишком опасно будь то ядерная химическая или биологическая угроза для двуногих роботов самым главным конкурентом по-прежнему являются люди которые все еще могут перехитрить и опередить в работе даже самых лучших роботов атлас чьих полностью заряженных аккумуляторов едва хватает на 75 минут работы именно здесь становится понятным почему honda отключила асима помимо очень специфических работ в опасных или узкоспециализированных местах люди все еще могут выполнять работу лучше чем двуногие роботы и так будет продолжаться еще долгое время и вот мы добрались до последнего продвинутого робота из нашей пятерки робота paper от компании softbank robotex созданного 2014 году главный акцент в этой машине был сделан не на способность резво передвигаться на ногах подобно человеку а на умение общаться и распознавать человеческий голос и эмоции как коммерческий продукт этот робот стал довольно успешным его цена стартовала от 2000 долларов за модель начального уровня добродушный взгляд широко раскрытые круглые глаза и приятная общительность привлекают многих людей не говоря уже о детях которые спустя пару минут начинают разговаривать с ним также как и с другим человеком именно в таких роботах по мнению многих найдет наиболее широкое применение будущее роботизированный искусственный интеллект сегодня эти роботы уже используются не только в качестве преподавателей секретарей или продавцов в магазине но также в качестве компаньонов для пожилых людей которые по тем или иным причинам остались одни и хотя многим это может показаться дешевым трюком но на самом деле все больше пожилых людей предпочитают полному одиночеству компанию такого робота собеседника с развитием искусственного интеллекта в ближайшем будущем этот тип персонального робота сможет легко пройти тест тьюринга и стать неотличимым в общении от реального человека а 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 и Субтитры создавал DimaTorzok